Всем привет! Я саунд-продюсер и диктор студии Рекламафон. Обычно я на нашем сайте пишу всякие разные статьи на тему изготовления и создания рекламных роликов. Но, признаться, мне это надоело, и мне гораздо проще вот так об этом перед камерой поговорить об этом. Я этим занимаюсь уже по деле 20, поэтому накопилось и есть что рассказать по этому поводу. Не то, чтобы я изобрел какие-то рецепты, указывал на какие-то косяки или там находил решения, но просто, во-первых, я люблю поболтать, во-вторых, мне интересна моя работа, и мне интересно поговорить на эту тему, и, надеюсь, мне есть что рассказать. Ну, эдакая будка правды. Некий расслабон в конце рабочего дня выплеснуть все, что накопилось. Вот я встаю перед микрофоном, рассказываю, а потом все это дело стенограммы в виде статьи будет выложено на сайте. Итак, начнем. Ну, если теперь по теме, и вот ко мне обращается клиент и говорит, надо сделать рекламный ролик. И клиент задается вопросом, а как сделать рекламный ролик? И, соответственно, я тоже начинаю задаваться вопросом, а как же сделать ему этот рекламный ролик? Он же должен быть хорошим, он должен все учитывать. И это не то, чтобы какой-то гайд, а вообще просто вот с чем я сталкиваюсь каждый день на своей работе, когда мы с коллективом начинаем думать, как же сделать этот рекламный ролик. И вот соображения мои по этому поводу, которые каждый день я испытываю, решил поделиться с вами, как делается и как сделать рекламный аудиоролик. Ну, потому что там какой-нибудь клиент тоже сидит, репу чешет. Блин, я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Как его делать, во что заворачивать, чтобы было по-нормальному, сделать-то нужно. Вот. И мы со своей стороны тоже репу чешем. Другое дело, у нас больше опыта, больше знаний. Вот. Из чего вообще делается рекламный ролик? На самом деле это все просто, не надо этого бояться. И делается он из определенных ингредиентов, которые обязательно должны быть последовательно сделаны. И по каждому из этих ингредиентов я запишу отдельное видео, которое будет в виде отдельной статьи, выложено на нашем сайте. Под пунктом 1 идет, я его так называю, информационный посыл. То есть вот, допустим, есть некий бизнес, есть, допустим, магазин, торгующий там аквариумными рыбками. И вот что бизнес хочет предложить рынку, что он должен сказать этому, чем должен восхитить людей, чтобы они прибежали и сказали, о, какие классные гуппи. И почему мы именно здесь должны купить эти гуппи и так далее. И вот бизнес формирует некий посыл рынку, который потом, мы используя как информационный повод, уже облекаем в виде рекламы. И поэтому не нужно проходить мимо первой части. Если у бизнеса есть какая-то информация, которая не является посылом, а такая вот, знаете, как вот. У нас есть то, что и у всех остальных. Но это не прикольно, да, можно на основании этого делать рекламный ролик, но не то, чтобы он будет каким-то запоминающимся, классным, который мы все хотим, разумеется, и клиент, и мы, как студия. Вот, и поэтому очень важно сформировать этот посыл, чтобы даже сам по себе посыл в какой-нибудь корявой форме, просто сухими фактами уже вызывал какой-то интерес. Следующее. Надо понимать, а в какой форме этот информационный посыл дойдет до слушателей. Какая это будет форма подачи? Что это будет? Простой информационный аудиоролик, где простое рекламное объявление. Может быть, это какая-то песенка искрометная будет. Да, может быть, в какой-то игровой, такой вот, в игровом сюжете будут поданы преимущества именно определенного магазина, именно какой-то там акции или какого-то конкретного товара через какую-то игру актеров, где там закручивается сюжет, и в качестве выхода из этой там проблемы, а в качестве раскручивания этих кудрей сюжета подсовывается решение. Да, у Васи Пупкина самые лучшие гуппи, и будет хорошо, если купить эти гуппи именно в этом магазине. Поэтому форма очень важна. Под каждый товар своя форма, под каждую целевую аудиторию тоже своя форма. Нужно еще исходить из бюджетов, потому что можно замахнуться, конечно, на Вильяме Шекспира, но бюджет ограничен, и а как это реализовывать? Опять-таки, форма может быть какой? Может быть нейтральной, просто уведомить. Можно наоборот, как... Я, честно говоря, не люблю это все, это дело, но можно. В виде пионерии заходите, здесь классно, все сюда, внимание, я это называю пионерия, потому что это такая пионерская зорька, всех сюда зовут. Тем не менее, этих форм множество, и надо остановиться на какой-то форме, прикинуть. Будет ли сочетаться информационный посыл с той формой, которая заранее в голове все-таки у заказчика, она же какая-то есть, все равно он что-то такое себе примерно наметил. Вот, и нужно соотнести. Если сходится, хорошо, а если не сходится, то лучше отмести этот второй пункт, придумать что-нибудь такое классное, вот, с помощью которого можно обыграть информационный посыл. И тогда дело будет движется к третьему пункту. И вот мы пришли к третьему пункту. Сценарий. В этом сценарии что должно быть? Должен быть учтен информационный посыл, должна быть учтена форма, и, соответственно, мы в этом сценарии пишем конкретный текст, конкретно что должен произнести диктор или актер, или спеть вокалист, в какой последовательности, с помощью обрамления примерно какой музыки, каких спецэффектов, вот, или там какие-то, должны быть, интонационные подробности. То есть вот какая-то вот фраза прочитана, допустим, гробовым могильным голосом каким-нибудь говорится, говорится для того, чтобы... А теперь дискотека. На контрасте настроения иногда это тоже хороший такой ход. Но все это надо детально прописать, знать, что конкретно делать, примерно представлять, что должно получиться в итоге, вот, для того, чтобы не было такого в этапе «делаем то, не знаем чё», а в итоге потом получили «ой, оказывается, это не то, что хотели». Нет, ребят, вот сценарий, чтобы было все конкретно, в какие именно слова облекается вся наша затея. Ну, а затем, конечно же, диктор. Конечно же, голос — это то самое человеческое присутствие в ролике. Даже если ты информационный, нейтральный диктор, это все равно через какого-то человека этот текст идет. Вот, и нужно вложить в его уста, направить его, дать ему какое-то настроение, что-то там заранее там прикинуть. Вот пускай он вот с такой краской прочитает все это дело, потому что, ну, глупо читать, допустим, рекламу каких-нибудь, ну, я не знаю, там, бензопил, вот, читать это каким-то таким вот голосом то, что «ребята, давайте попилим». Ну, феек знает, это же утилитарный инструмент такой, или, допустим, есть какой-нибудь там товар, который сугубо детский, и этот, допустим, детский товар читать голосом, как будто мы рекламируем банк, так же неправильно. Вот, это, ну, никто не поймет, что за дурь такая. Поэтому диктор очень важная составляющая, нужно выбрать тембр диктора, нужно выбрать примерную подачу этого диктора, а затем оттенить его следующим пунктом, все, что начитано, это музыка. Подобрать такую музыку, чтобы она гармонировала, чтобы она вот так вот бережно диктора вот так вот несла, вот так вот на своих волнах вот так вот. И, соответственно, они вместе-вместе начинают ролик, какое-то там, может быть, развитие, и вместе его заканчивают. И у слушателя остается ощущение того, что красиво сказали, красиво подали. Именно то, что нужен какой вот информационный посыл, какой нужно текст вложили конкретный, в ту самую форму, которая нужна для той самой целевой аудитории, потому что все эти молодежные какие-то там штуки не поймут, допустим, потребители каких-нибудь там, я не знаю, лекарственных средств для бабушек или дедушек. Это будет дисгармонировать все это дело. Ну, собственно, все пункты такие схематично, такие крупными мазками, мы вроде как обсудили. Меняются только детали, но общая схема остается одинаковой. То есть это информационный посыл, это в какой форме нужен этот информационный посыл донести до рынка. И, значит, уже конкретика, это сценарий, то, что будет говорить диктор и при записи голоса, как именно он будет говорить. Вот, обрамить всю эту музыку или спецэффектом, и мы получаем конечный рекламный аудиоролик, который будет хорошо работать. И вот примерно так можно сделать любой аудиоролик по этой же схеме. Вместо информационного ролика так же примерно делается и игровой аудиоролик, и песенно-вокальный аудиоролик. Схема одна. Другое дело, что, может быть, люди боятся и начинают делать это вкупе, смешивать. Нет, можно сделать все это довольно-таки постепенно, от одного пункта к другому, рассудительно, зная, зачем мы это делаем, взвесив все решения на конкретном этом пункте, приступать к следующему. Мне кажется, так будет правильно. И можно, наверное, закончить эту болтовню на тему, как сделать аудиоролик, потому что примерно я вот грубыми такими вот, крупными, вернее, не грубыми, крупными мазками примерно рассказал, как оно делается. Разумеется, есть очень множество нюансов, и для этих нюансов и вот этих пунктов, как записать диктора, как подобрать музыку, что избрать информационным посылом рынку, вот, я буду делать отдельные видео, и, соответственно, будут отдельные статьи на нашем сайте. Ссылка в описании. Поддерживайте, смотрите, делитесь. Надеюсь, что это вам будет интересно, и с удовольствием будете смотреть и дальше нашу внутреннюю кухню. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok